всем привет вы на канале возьми сделай хочу поделиться своим опытом опыт у меня не сильно большой но уже какой-то как бы накопился сейчас покажу конструкцию моей теплицы с которой пленку не снимал прошу поделиться со мной своим опытом если кто-то смотрит опытный тепличник то есть подсказать может какие-то недочеты увидите и минусы две первых моих теплички 1 6 лет другой 4 года на зиму пленку снимаю потому как страшно что конструкция не совсем сильно будет и может завалиться вот эта теплица у меня года четыре назад падала и переделал планах делать так сделать так чтобы пленку на зиму не снимать простить свою работу по весне потом не делать много лишней работы что сюда добавить конструктив может дополнительные распорки чтобы это можно было оставить ее на зиму свободно не переживая сейчас обойдем вокруг покажу в этом году у нас зима сложная оказалась по сравнению с прошлым годом снег не сходит то есть если в прошлом году я в лес на натоцик не мог ездить по дрова регулярно в этом году не так не получается снега в этом году больше оттепелей мало вернее даже их почти не было вот мы пришли на южную сторону в принципе все меня устраивает всего лишь один раз мне пришлось в начале зимы струсить снег а потом последующий последующие снегопады как вы видите снег сам съезжает насыпал сугробы хороший хочу пожаловаться и спросить у опытных тепличников как бороться с следующим эффектом в общем залито здесь вот бабочки всякие жучки подастревали между пленкой от этой вот и сейчас птицы вот видно расклевывают здесь пленку сейчас на 1 покажу расклевывать пленку и прямые разрывают до основания то есть там разрыв пленки конкретно как с этим бороться как не допустить этого это все разорвали птицы ты жучки паучки тут всякие мошки комарики вот видно не видно на камеру вот они и птицы вот эти воробьи или синички постоянно расклевывают мне но тут сама больше расклевали вот не знаю как бороться может быть надо угол этот закрашивать сильно или изнутри проклеивать как-то пленкой что туда мошкара это вся не застревала так наверное здесь сейчас перейду на обратную сторону вопрос по уклону меня просьбы снег так съезжает с крыши но все равно я считаю что недостаточно быстро недостаточно эффективно уклон по крыше у меня примерно где-то метр метр ну считаешь здесь 5 метров ой 560 ну считаешь и 6 метров то есть как я смотрю он принципе снег сам съезжает но очень медленно какой нужно как уклон поднять насколько надо поднять уклон чтобы снег сам съезжал по этой крыше беспрепятственно ну что вот сейчас наступил мороз после оттепеля вот эта вот корочка со льдом теперь сейчас будет снегопад идти уже не будет съезжать вот если может быть была крутой 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 уклон покруче то это все съезжала бы какой нужен уклон чтобы снег этот съезжал беспрепятственно постоянно пойдем во внутрь сейчас зайдем такая натяжка я думал лопнет при морозах как бумага звучала так следующий вопрос кошки коты животные дырка коты прогрызли дырку и лазят не в теплицу ну типа на чуть не займу штек лет третий вопрос по конструкции между пролетами этих бабочек у меня два метра то есть ну предварительно я смотрю принципе как бы хватает это всего но когда много снега навалится то есть ну прогинается естественно нужно ли сюда добавлять еще через метр чтобы были балки следующий вопрос вот такими вот косынками сделал распорки чтобы эту стенку от снега не не наваливала то есть вот косынка и вот косынка но этого мало поставлю эту бревно это на распорку его тоже как бы подвалит может эти косынки надо делать такие здоровые так по диагонали их кидать дальше по конструктиву примерно через метр у меня вот эти вот косынки сделаны подпорка посредине то есть это где-то 2 по 4 метра если считать по полу и через каждый метр у меня получается опора тут принципе меня все устраивает единственное что вот эти вот стойки они у меня тоненькие боялся что просядет и лопнет это все дело тут точно также косынками распер крайнюю сторону крайнюю стенку но тут получше оперу выбирается в наш столб мы мы закопал поглубже чем с той стороны так ну принципе вот несколько вопросов что я хотел задать вот такой вот небольшой обзор моей теплички жду советов жду комментариев буду рад каждому ответу каждому совету каждому комментарию спасибо всем за просмотр не забываем подписываться на канал ставь лайк усики всем пока и до встречи в новом видео